хотел получить консультацию а может быть это товарищ который ниже может быть посмотрим так хотел получить консультацию по следующему вопросу есть две вишни одна Жуковская и одна Владимирская на Владимирской посажены в начале сезона после заморозка в листьях все сложились и паникли после заморозка посажены в начале сезона на Жуковской по-прежнему в нормальном состоянии нужны ли какие-то мероприятия в ХРН с Владимирской вишней дело в общем вы помните я коротко я тут показал фотографию обматерял обругал ее и питомник да и дальше поехали тут еще написано второе подождать до весны посмотреть на дерево после зимы вы видите это убожество это его питомник услужил ему никогда не пойму почему питомники должны иметь определенный опыт и должны иметь своих садоводов и тогда так же как я хотя бы меня никто не учил уже ясно что все ветки должны идти от земли и дерево начинает гибнуть сверху ше это закон природы если что-то не так до верхушек не доходит сок просто не доходит там уже есть свои как бы мини насосы я уже образно на самом деле насосы ну понятнее когда с собой насосом закачивается туда каким-то какой-то силой который я назвал насосом туда закачивается и наверно погибает сверху кто мне кем удорожил тем что это оказывается переписка у нас есть это оказывается что рану это не он сделал и он все это обхерачил я выбираю такие грубое выражение обхерачить потому что по другому не назовешь нижний скелет на ветке помните Ольгу Исакова помните это Наталью Медведеву они так не извинились за оскорбление поэтому я спокойно вспоминаю их опуститься теми резюки ученые специалисты та которая больше всех меня оскорбляла она оказывается траве разбирается трава а это попутно чем они мне крыли копировали информацию начала 20 века не 21 века и эти меня припечатывали для них это метр штамп это святое пусть им рет но метр они придумали не они а помните я показал схему Теляйской академии вот эти 9 видов веток они придумали что деревья на планете ни одного дерева правильного нет вы можете поверить миллиарды и ни одного правильного это как а если бы они были правильные то извините вот эти учителя если бы нас сразу сказать дерево правильное какое правильно растет так как считает нужным от природы как у него генетика у него настолько программа заложено жестко что только вы отрежьте ветку это место тут же зарастает и каждый раз дерево укусит тогда вас видеть оно становится гуси не заметить этого придумать одну на всех на груш которые растут вот так вот так они растут вот на яблони которые растут вот так и так далее и так далее вот придумать для всех одну универсальную форму метр штампа разряженная ярусная с чашами вот эта дурь погубила миллионы деревьев вот одно из них понимаете я с ними воевал была перепалка задавали мне вопросы уже где-то какой-то червячок сомнений у нее был где-то она не смогла удержаться вот это самое все таки я задала 5 вопрос она мне 5 вопросов и 5 или 6 фильмов подробно все буквально именно вот с точки зрения целесообразности с точки зрения генетики хоть меня упрекали что я металл все это было открываю три дня назад опять у человека неправильное дерево что ты будешь и опять те же самые 5 вот делом я и питомники даже те которые сами выращивают неужели они не догадываются что они умертвляют дерево еще у себя прямо у себя они успевают его продать и гибели не видят неужели дальше собственно а потом кто сказал что питомник выросил кто сказал что он не купил его на юге крым молдавия если вы думаете что у нас об эти самые все связи порезаны не волочь вот нет неподкупных таможенников все идет как шло гигантский материал гигантское количество так же как было так есть на всех рынках вдоль дорог все так было так есть нашли санкции только на это дерьмо санкции как-то обходят они ну и что он купил теперь вопрос что делать после вот это панигирика моего вот этого слова очень просто ждать весну во первых скорее всего придет весна и начнут появляться зеленые почки я всегда говорю есть два срока обрезки во первых принципе только весной а весной есть в свою очередь уже внутри весны есть два срока 1 когда все понятно вы делаете обрезку например при посадке вы кормите возможно вот видели убедились не трогал бы ниже скалетной ветки дерево было бы живо то есть первое при посадке обрезали ну естественно там немножко чуть-чуть чикнули так чтобы на дерево было похоже все а второй обрез когда за зеленили почки там увидите где кончаются зеленые почки и начинается мертвые мертвым всегда выше вот эти скорее всего будут мертвые даже ни разу не сомневаюсь посреди кругом все зелено а он мертвый вот скорее всего отмерзли где-то примерно вот так версия половина который оставили на жизнь на урожай и когда уважаемый товарищ 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 все есть даже телефон есть но нету зато его фамилии ничего он ждет этого разговора это уже второй раз он уже слышал предыдущий разговор первый бинар уже показывал это второй и тогда увидя где зеленая скорее всего тут он отрежет где заканчивается зелень и здесь есть маленький маленький шанс и прямо отсюда появится это самая вишня и вот это будущее вишня вот тут кусочек ниже 10-20 сантиметров вот это и будет скорее всего дерево она бы сразу было большим тут не калечили а так как делать сергей жили на верхнюю половину чик им посылку вчера кино я вам показал отлежит отлежит